Более 220 компаний сферы общественного питания приняли участие в первой региональной премии «Ресторан года». Это небольшая часть всех предприятий отрасли. Для того, чтобы удивить экспертов и жюри конкурса, рестораторы разрабатывали новое меню, проводили переподготовку персонала. Фактически, нижегородские рестораны включились в новые состязания. За мнение экспертного сообщества, чтобы на выходе получить условную нижегородскую мишленовскую звезду. Премия, она всегда стимулирует участников стремлению к лучшему. И поэтому даже, может быть, и не важно, кто выиграет ее. Главное, чтобы участвовал в этой премии как можно больше ресторанов, кафешек. В финале среди крупных, уверенно стоящих на ногах сетевых заведений и ресторанов оказались и совсем молодые предприниматели. Как говорят сами рестораторы, в Нижнем Новгороде огромная аудитория и на рынке всем хватит места. У этих ребят уже появились свои секреты ведения ресторанного бизнеса. У нас фулл контакт бар, здесь очень сильно идет акцент именно на контакт с человеком. Мы его хватаем еще, вот как только он открывает дверь, он уже наш гость, наш друг, мы уже рады его видеть и готовы помочь ему вообще всегда и везде и постоянно. Теперь немного цифр. За прошлый год оборот в сфере общественного питания на территории Нижегородской области составил около 22 миллиардов рублей. Наблюдается небольшой рост в этой сфере, а примерно на 8%. Все это вместе подстегивает рождение новых направлений и развития бизнеса и питания. Вы посмотрите, у нас появились тематические рестораны. У нас появились, как вот, можно сказать так, рестораны одного питания, да, то есть где ты получаешь только один продукт, но некий уникальный продукт. Ну, можем вспомнить там простой пример пельменных, да, где люди приходили просто поесть пельмени и больше ничего. Хорошо это или плохо или нет, но неизвестно. Главное, чтобы люди получали удовлетворение того, что они хотят. И рынок, он расставится на свои места. Если говорить о важности развития индустрии гостеприимства, то стоит отметить, что каждое рабочее место в сфере обслуживания создает 3-4 места в других областях. А ресторанная премия в данном случае может стать настоящим драйвером развития туристического потенциала Нижегородской области.